Здравствуйте. Следующим докладчиком у нас будет Павел Поляков с докладом о парсинге с помощью PHB. Прошу по приветству. Я уже буду начинать. Добрый вечер. Меня зовут Павел Поляков. Я использую PHP с 2003 года. К текущему моменту уже это 11 лет. И в данный момент работаю в компании X1 Group. Я думаю, это все, что вам необходимо знать обо мне. И сегодня мы будем говорить про парсинг с помощью PHP. Сначала определение. Что такое парсинг? Под парсингом в контексте доклада я понимаю процесс получения конкретной информации из каких-либо не структурированных, либо слабо структурированных данных. То есть, проще говоря, у нас есть огромный текст. Мы знаем, что там есть какие-то параметры A, B и C. Нам нужно их оттуда выбрать и представить в формате JSON. Я думаю, в карьере каждого PHP-программиста была задача распарсить какой-то сайт. Давайте представим, что мы начинающий PHP-программист и начальник ставит перед нами задачу распарсить сайт SyncPHP, получить оттуда новости и ссылки на них, чтобы в дальнейшем мы могли манипулировать этой информацией на нашем сайте. Первый этап – это анализ. Любой сайт – это прежде всего текст, поэтому открываем исходный код и ищем, что нам необходимо оттуда достать. Мы видим, что искомая информация находится внутри тега H2, поэтому наша задача выглядит достаточно простой. Необходимо ее оттуда как-то достать. Да, пропало все. Я думаю, что это не так. Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу скажу, весь код, который будет рассматриваться, уже доступен на GitHub. Ссылка на код будет в конце презентации. Итак, что знает начинающий PHP-программист? В первую очередь, это строковые функции. Всякие substr, strlen и любимая функция explode. Функция explode позволяет нам получить массив под строк из строки, разбив ее по разделителям. А из сетевых функций мы знаем функцию file.getContents. Она работает не только с файлами, но и с веб-адресами. Так что получаем контент, разбиваем весь этот огромный текст на новости. И дальше, итерируя по этим новостям, опять делаем explode. Ищем там заголовки, ссылки и собираем итоговый массив. Походу, нам встречаются какие-то ошибки, поэтому непонятные места мы экранируем, потому что ошибки нам не нужны. Дальше. Развиваемся дальше. Мы узнаем о том, что существует curl и регулярные выражения. Теперь задачу можно решить элегантней. С помощью curl мы получаем контент. Он принимает кучу разных настроек конфигурации. Мы даже можем задать кастомного юзер-агента. С помощью регулярного выражения ищем весь заголовок. Дальше итерируем по заголовкам. И опять же ищем текст заголовка и ссылку, если она есть. Развиваемся дальше. Мы узнаем про simple.xml. Simple.xml это библиотека, которая поставляется с PHP 5 и выше по умолчанию. Она, согласно своему названию, позволяет простым образом работать с XML. Но существует проблема. Браузеры это достаточно лояльные существа. Они будут вам пытаться рендерить любой HTML, который вы передадите. А библиотеки являются более строгими. Они любят работать только с валидным XML. Поэтому для того, чтобы починить любой HTML, нам поможет библиотека Tidy. Ее необходимо поставить дополнительно. Получаем контент. Мы уже стали немного повзрослее, поэтому мы представляемся Googlebot. Закидываем контекст в Tidy и чиним его. Получаем валидный XML. Дальше закидываем наш валидный XML в символ XML. Используя XPath, опять парсим все заголовки H2. И внутри них подчищаем дату, если она присутствует. Ищем ссылки и текст новости. Дальше. Работать с XPath весело, но недостаточно комфортно. А комфортно работать с jQuery. Потому что селектор jQuery любит каждый программист. Идем дальше. Это использование библиотеки PHP Query. И чиним XML опять же с помощью Tidy. В первую очередь устанавливаем PHP Query с помощью композера. Далее, так как можно серьезные программисты, мы оформляем свой код в класс. Здесь присутствуют два метода. Первый получает контент индекс страницы. И второй чинит XML. Сверху подключаем вендор автолог. Это делает все пакеты, установленные с помощью композера, доступными. Здесь практически ничего не изменилось. Получаем контент, чиним его и возвращаем. Начинаем использовать наш суперкласс. Получаем контент, загружаем его в документ PHP Query с помощью селектора H2. Получаем все заголовки, итерируем по ним. Ищем ссылки, ищем новости и радуемся жизни. Набираем этот массив. Дело сделано. Итого, если вы как программист используете этот метод, то вы уже хороший программист и хорошо делаете свою работу. Но существуют задачи сложнее. Предположим, что нам нужно распасить реально сложный сайт. Это какая-то многошаговая форма, где есть капчи. Сайт написан на дотнете. Кто знает, если сайт написан на дотнете, то каждая страница представляет из себя гигантскую форму с кучей полей, которые взялись неизвестно откуда и содержит непонятно что. Для решения капчи мы воспользуемся сервером Антигейт. Это аби для решения капчи. Вы закидываете это до капчи, и сотни индусов спешат ее для вас решить. Если у вас когда-то не заладится с программированием, вы можете попробовать себя в решении капчи на сайте колотипабло.ком. За тысячу капс вам дадут полдоллара. А парсинг и все взаимодействие мы производим с помощью Phantom.js. Phantom.js это headless браузер, который использует движок WebKit. По факту это консольная утильта, в которой мы первым параметром передаем файл, в котором мы на языке JavaScript написали инструкции для нее. Реальный пример. Сайт Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Что это такое? Вы можете зайти на сайт, вбить фамилию, имя, отчество любого украинца и узнать, является он ЧП или нет. Если он является ЧП, вы можете также посмотреть КВЭДы. Что представляет из себя поиск? Мы заходим на сайт, соглашаемся с условиями поиска, далее вбиваем имя, фамилию, отчество, появляется капча. Решаем капчу, нажимаем ОК, и вот, наконец, желанная табличка. Весь код мы рассматривать здесь не будем, опять же, лежит на GitHub и рассмотрим ключевые моменты. Что необходимо сделать с Phantom.js? В первую очередь, открываем сайт, вторым действием, инклодим туда jQuery, для того, чтобы нам было удобнее работать с контентом, который представлен на этом сайте. С помощью PageOlet мы можем выполнять функции непосредственно на открытой страничке. Здесь мы открываем скрытую форму, заполняем ее и сегмитим. Так как Phantom.js – это обычный браузер, то, чтобы показать что-то новое, ему нужно время, поэтому нам нужно ждать. Для этого мы оформляем анонимную функцию, которая возвращает deferred объект. Если вы не знаете, что такое deferred объект, то купите у Антона Шевчука книгу на следующем перерыве. Но по факту, это все позволяет нам сделать код синхронным. Каждые 3 секунды мы проверяем контент на интересующую нас информацию, если она там есть, или нам надо ее ждать, идем дальше. Теперь ищем Capture. Эту функцию я посмотрел в интернете, она достаточно проста, мы передаем ей объект, она возвращает нам координаты этого объекта на странице. Дальше мы, используя эти координаты, делаем скриншот этой области. Скриншот – это идеальное решение, потому что это позволит нам решать не только Capture, которые представлены в формате картинки, но и те, которые формируются с помощью HTML. Получаем картинку в формате Base64 и передаем функции SolveCapture. Функцию SolveCapture написал я, она использует API-антигейт, вы можете найти ее на GitHub. Она решает Capture, заполняем форму с Appint, и мы идем дальше. Теперь опять ждем, каждые 5 секунд проверяем, есть ли наша табличка или нет. И необходимо нам теперь ее всего лишь распаршить. Мы распаршиваем табличку и выводим информацию в формате JSON в консоль. Как же это соединить с PHP? Достаточно просто. Мы с помощью функции ShellExact вызываем команду командной строки, передаем ей всю входящую информацию в качестве закодированного JSON. Дальше ждем результат, результат раскодируем и выводим. Результат в браузере выглядит так. В итоге, сегодня я вам рассказал про PhantomJS достаточно бегло, но я надеюсь, мне удалось вас убедить, потому что это достаточно полезный инструмент в жизни веб-разработчика. Я советую вам рассмотреть примеры, которые я подготовил, они достаточно информативные и прокомментированные. И небольшое дополнение, в качестве бонуса, для тех, кто заинтересовался в PhantomJS, обратите внимание на CasperJS, это надстройка на PhantomJS, она позволяет работать с ним более комфортно. Спасибо за внимание. Вот, можно сказать, тут. Если у кого-то вдруг есть вопросы, вы поднимите руку. Человек слева. Я познакомился с CasperJS вчера, и у меня все работает. Я не искал, для меня было логичным использовать как-то, наверное, более низкоуровневое решение, просто вызвать воскоманные строки. Если вы только пришли на работу. Ну да, это вопрос про прокси. Я его здесь не рассматривал. Если задача настолько, если это коммерческая, то есть смысл купить платные прокси, использовать их. В самом конце получается имя, фамилия и номер телефона. Номер телефона был картинка. Антигейт, вы говорили. Да. Антигейт, действительно, там люди распознают картинку, но все-таки они привыкли распознавать что-то очень простое. Ну, там, где тебе вообще просто обычный, обычный, просто цифр, и не справится. Это есть просто, но очень удобно. С помощью Casper.js у них есть удобная обертка, клик, вы просто передаете селектор, он эмулирует полностью клик, ждете чего-нибудь, если она должна подгрузиться, она подгрузится, и забирайте этот контент. Мы получаем возможность реализовывать наши идеи, практически на любомых выставок, почти за 20 лет. Есть возможность, каким, простым образом, может это процесс сидеть в танком, ну, у кого возможно положить выставок. Ну, на самом деле, это достаточно странный вопрос. Если у вас, как бы, реально коммерчески нужная задача, то нужно иметь полностью подконтрольный вам сервер. Стараться запускать что-то невозможное на шерд-хостинге за 5 гривен не советую. Потому что конференция называется SYNC PHP. Ну, я думаю, это все. Нет, это не все. Если владельцы сайта хотят вычислить всех ботов, которые используют их сайт, то у них это получится. Но, как правило, это никому не нужно, если вы не делаете что-то архиплохое. Мне вас жаль. Ладно, я буду завершать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо.